Добрый вечер. Вы только что слышали в информационном выпуске о том, как товарищ Собянин, законно переизбранный на все последующие сроки мэр города Москвы, 8 сентября, как вы знаете, у нас уже состоялись выборы, он уже на них победил, поэтому он уже абсолютно легитимно избранный нами на долгие годы правления Москвы. Так вот, как Собянин показал, что такое двойные стандарты. Он всю зиму лично чистил снег, поэтому остался очень довольны результатами того, как Москва победила все снегопады. А поскольку в метро он абсолютно был непричастен к тому, что там происходило, соответственно, очень быстро на одном заседании нашлась сразу куча виноватых, куча предписаний, что делать, что закупать, как плыть, как грести, и как управлять вообще в том числе током в кабелях. Очень примечательно. Если вы помните, у нас информационным поводом начавшейся недели, сегодня у нас пятница, она как раз заканчивается, были тоже двойные стандарты, они касались совершенно удивительного ДТП, произошедшим с представителем Федерации автовладельцев России Вадимом Коровиным. Вот мы, когда в понедельник только-только получили все какое-то представление о том, какой информационный тренд, то самым ярким, самым мощным и самым удивительным совершенно событием была как раз вот эта разборка. она 24 мая началась, и как раз совершенно внезапно вспыхнув в понедельник, уже во вторник иссякла полностью, уже в среду следаний не осталось. Это тоже был пример двойных стандартов, и двойственная стандарта здесь примечательна тем, что если Собянин, который то чистил снег, то не чистил, а в метро то горело, то не горело, все-таки это событие несколько других полюсов, потому что одно дело снег, другое дело метро. А вот здесь было два абсолютно калькированных ДТП, абсолютно одинаковых, по одной и той же уголовной статье. Одно из них затрагивало напрямую Вадима Коровина, а другое Павла Дурова. Вот того самого Павла Дурова, питерского персонажа, который ехал на белой Мерседесе, не ему принадлежащем, тому самого Павла Дурова, который гендир, совладелец сети ВКонтакте. Ну и, в общем, основатель, и главный держатель идеи, и главный ее интерпретатор и человек воплощающий. То есть ключевая фигура в социальной сети ВКонтакте. Два абсолютно одинаковых ДТП. Причем здесь любопытно то, что двойственность стандартов, она пересекла их в одной точке, при том, что они начинались совершенно разными знаками. Вот ДТП Павла Дурова, произошедшее в Санкт-Петербурге, оно было чрезвычайно грязно с самого начала, и власть, и ГАИ в частности, потратила все силы на то, чтобы его выбелить. А ДТП с Вадимом Коровиным в Москве на Рублевке, оно изначально не имело, в принципе, никакого оттенка, но претендовало на такую легкую белизну события. И его попытались, опять-таки, гаишники полностью испачкать, очернить до максимума. И вот в точке такого грязно-серого цвета эти два ДТП пересеклись. Помните, что было? Дуров ехал на Мерседесе. Своим удивительным способом вождения он привлек внимание полицаев. Полицаи попытались его остановить. У них это не получилось, причем был совершен наезд на инспектора, причем такой довольно конкретный, ощутимый, с травмами, после чего белый Мерседес с Дуровым скрылся. Была погоня. Погоня остановилась на крылечке того офиса, где занимает площадь ВКонтакте. Выбежала охрана этой структуры, оттеснила полицаев и человека неустановленного. По сей упору никто не знает, был ли это Дуров. Скорее всего, конечно же, это был человек, только похожий на него. Вот этот человек скрылся, после чего мы все получили большое количество информационных сообщений о том, как свободолюбивую сеть ВКонтакте душат представители кровавого режима. И здесь четко, совершенно есть несколько фактов. Было ДТП, был наезд на сотрудника милиции, была попытка скрыться с места ДТП. И вот весь этот букет, он укладывается в том числе в статью 318 УК РФ, часть 2, связанная как раз с причинением повреждений милиционеру, который в этот момент защищал Родину и закон. Вадим Коровин 24 мая ехал по Рублево-Успенскому шоссе. В левом ряду. В этом месте, если кто не знает, разделительный заборчик такой. Прямо весь из себя железистый до невозможности. То, что на жаргоне профессионалов называется Нью-Джерси. Очень суровая вещь для улавливания камазов, летящих тебе в лоб с той стороны. Разделитель, будь здоров какой. И вот по встречке вдруг Вадим Коровин в лоб получает кортеж. Несется полицейская машина со светомузыкой, требует уступить дорогу. Она едет не просто по встречке, она едет совершенно конкретно уже за пределами разделительной. То есть она едет не где-то там в общем потоке, она едет здесь прямо четко поперек. И при этом кого-то сопровождает. Вадим Коровин абсолютно в соответствии с правилами дорожного движения предпринял абсолютно все, что можно для беспрепятственного проезда этой машины полицейской. Полицейскую машину со спецсигналами каждый из нас обязан пропускать. Вадим Коровин ее пропустил. А вот следующую машину он не пропустил. И там ехало что-то без спецсигналов. И внутри этого чего-то тоже сидело что-то. И вот то, что сидело внутри этой машины, она очень сильно обиделась на Коровина. И дала команду FAS. Команда FAS прозвучала сразу. Уголовное дело немедленно завелось. И через какое-то время нам предъявили пострадавшего полицейского на его ногу как раз Коровин и наехал. Причем полицейский постоянно забывал, на какую именно ногу ему наехал Коровин. Поэтому перед прессой одного телеканала он припадал на левую ногу, а перед корреспондентами другого телеканала он припадал на правую ногу. Была бы третья возможность, что и тут были бы какие-то проблемы. Примечательно то, что пока это не выразилось в общественный скандал, полицаи совершенно законным образом по итогам дежурства писали рапорты о том, как они хорошо провели время. И в этих рапортах, они, кстати, существуют в оригинале, и у журналистов они есть, В этих рапортах никто из них почему-то не отразил данное событие, потому что по итогам дежурства ни на кого из них никто не наезжал, никакого ДТП не было, никому ногу не оттоптали. В рапортах это отражено. Но то, что сидело в этом большом автомобиле и было сопровождаемым полицаями, настолько сильно обиделось на Коровина, что Коровину вменили ту же самую 318 часть 2, применение насилия к представителю хромой власти. И если человек, похожий на Павла Дурова, на белой Мерседесе, совершенно конкретно насильничал хромую власть в лице полицая, то вот Вадим Коровин именно этого и не делал. У Вадима Коровина, как у человека, готового к подлостью власти, был видеорегистратор. Видеорегистратор тут же изъяли, запись с него стерли, а запись с него стерли именно потому, что на ней было видно, что ни на кого он не наезжал. Как бы там было обратное, мы бы сейчас эту видеозапись посмотрели бы везде. Вопрос. Что же именно таилось в той самой вельможной машине, чрезвычайно обидчивая? Варианта два. Либо это был Кирьянов, либо это был Колокольцев. Почему? Скорее всего, это был не Кирьянов. Потому что Кирьянов, он вообще-то довольно не только спокойный и не мстительный человек, но он даже скорее безразличный. Вот Кирьянов, ему по барабану такие вещи. Он реально совершенно не злобный мужик. То, что он не в состоянии связать логично хотя бы четыре слова в одно предложение и договорить его без матерного артикля, это особенность речи, но никак не характера. По характеру он очень такой неплохой мужик. Реально неплохой. При том, что Косяков за ним невероятное количество, и это невероятное количество Косяков полностью аннулировало его репутацию. У него репутация ниже Плинтуса. Она вообще так уже серьезно подмочена, даже отсырела и скорее истлела. Но нет у него репутации. И надо отдать должное генералу Кирьянову, ему абсолютно по барабану отсутствие собственной репутации. А вот то, что сидело внутри, оно с одной стороны ретивым взыграло и тут же получило с еще большего верха окрик о том, что не падай духом, где попало. У тебя там вроде репутация какая-то была, так ты ее, милый человек с генеральскими погонами, ты ее побереги. Потому что у нас тут до тебя такой персонаж был, что после него отстирывать и отстирывать полицию. Потому что после нурголиции эта колокольщина требует очень серьезной реставрации. Так вот, в защиту той гипотезы, что внутри сидел чрезвычайно обидчивый колокольц, говорит еще о поведении прокуратуры. Ведь была попытка оставить в заключении Коровина, посадить его. Менты, естественно, исполняют волю кого? Начальника. Начальник топнул ногой, они побежали, возбудили уголовное дело, тут же заперли его в КПЗ, потом судебное заседание, на котором решалась мера пресечения, и тут вдруг наша прокуратура занялась законностью, правопорядком и справедливостью. Ох, ничего себе! И прокуратура отказала, и она потребовала выпустить его под подписку о невыезде. Потому что даже так, прокуратура сказала, а тут нет ничего такого, за что человек должен сидеть. И поэтому милиция, единственное, чем она располагает, она же полиция, это подписка о невыезде. Вот ее компетенции. Если бы это был кто-то другой, тот же самый Кирьянов, да по барабану и Кирьянову это все, и вот эти все разборки, и прокуратуре наплевать на Кирьянова с высокой колончи. А вот на Колокольцева, на оппонента, на недействующего и достаточно влиятельного, не наплевать. И поскольку, скорее всего, в машине было чрезвычайно обидчивое нечто, похожее на Колокольцева, вот именно поэтому прокуратура тут же ему моментально взяла и нагадила, сказала, а вот нету ничего за Коровиным такого, ради чего он должен находиться на нарах. И Коровин был отпущен. И если уголовное дело в отношении Павла Дурова всеми силами уже замято, сейчас он лежит на полочке и ждет срока давности, и милиция честно сказала, мы установили, что за рулем этой машины был ни в коем случае не Дуров, то по Коровину просто молчок. Итого дали команду тихо сидеть. Генерал сидит тихо. Совершенно не характерная для 8 баллов пассивность телефона, номер которого 65, 10, 9, 9 и 6. Ну, пара звонков все-таки есть. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Говорите. Да, я не из Москвы, в которой 8 баллов, я из Рязани. 200 километров, и мы опять рядом. Ну да. Вот, ну, правда, тоже немножко в пробочках постоял, но это не суть. Так, у меня такие вот желания. То есть, хочу машину полноприводную, то есть, ну, кроссовер, да, потом, чтобы было комфортно, удобно на ней ездить, не особо затратную по ремонту, то есть, ну, я согласен, что, да, всегда машина требует отношений и денег, вот, ну, возможно, возможности позволяют купить только поддержанные. И, например, у меня Hyundai Tucson либо Sportage, потому что остальные, ну, либо дороже, плюс и обслуживание у них, то есть, машины не новые, будут, в частности, дорогие. То есть, что вы скажете по этому поводу? Ну, у любой поддержанной машины всегда будет таких масса нюансов, к которым вы не готовы к кошелькам и сердцем, хотите вы этого или нет. Тем более, ну, оба аппарата хорошие, платформа у них нормальная, при этом они как раз в пограничном состоянии, нечто между кроссовером и почти внедорожником. Вот у тушканчика, например, у Tucson, у него была очень хорошая комплектация с двигателем V6. Вот если вы так... Вот если найдете такую на рынке, она гораздо интереснее. У нее много оригинальных технических решений, которые вам добавят вожделенного комфорта. Вы вроде к нему тоже тяготели. И если найдете неубитый, машина редкая, их мало, ну, конечно, и ресурс мотора V6 достаточно высокий. И в целом едет эта машина поинтереснее. Они в основном, конечно, все на автомате, не всем это нравится, но получается очень интересная машинка, такой волчонок в овечьей шкурке. Вроде как тушканчик, а вроде никакой он и не тушканчик. Потому что летит он, конечно, как тигр. Ну вот, то есть я посмотрел в объявлениях, то есть нашел, человек мне даже предоставил сервисную книжку. Но я как бы поверхность-то еще не смотрел, вот досконально машину. То есть сервисная книжка есть, все документы вроде в порядке. Пробег какой? Пробег почти 80 машин 2009 года. Ага. Ну, давайте верить в биографию, в честность продавца. А в чем причина? Почему он такую замечательную машину в себе не оставил? Я говорю, почему она ее продает? Надоело? Цвет не подошел? Ой, вот этот момент уже не помню. Что-то не очень внятное было, но я и смотрел как бы машину так поверхностно. Ну, она с V6 мотором. Да, да, V6. 2,7 мотор. Очень хорошая комплектация. Там, ну, посмотрите на этом аппарате, если есть такая возможность, как он едет вот где-нибудь. Ну, найдите какую-нибудь грязь. Коварно найдите эту грязь, чтобы владелец не очень понимал, куда вы клоните. Вот засуньте его, посмотрите, как у него задний привод. Включается, не включается. Потому что у него, там вот комплектация, которая 2.0 была, у нее с ощутимым стуком врубался задний привод. Там была очень такая муфта, примитивная. А у V6 она мягенько, плавненько делает. И вы не должны почувствовать этот момент. Если вы чувствуете, что вот бац, и вас толкнуло с задним приводом, вы услышали этот звук, вы этот момент поймали, ощутили, что вот теперь включился задний привод. Вот, скорее всего, пробег этой машины 200 тысяч, и у нее куча трансмиссионных проблем, которые вы не преодолеете, благо стоит это все миллиард. Вот если этого нет, вот вы сели, и в сложных дорожных условиях увидели, ой, все нормально, вот это работает, это хорошо, это красиво, это здорово. Не шумит, не гремит. Потому что как только у этой машины 80 тысяч, у нее должно быть все в идеальном состоянии. И если вам рядом стоит владелец и говорит, да нет, вот тут вот постукивает, это, знаете, это мелочи, а тут вот постукивает, это ерунда, а тут вот покапывает, это тоже, знаете, значит, никакие там не 80 тысяч. 80 тысяч, эта машина, она в принципе не отличается от автомобиля с пробегом в 3 тысячи. Вот она всерьез начинает отличаться от машины, когда у нее пробег 150, вот при 150, да, тут течет, там стучит. На 80 этого нету. На 80 машина идеальная. А по автомату, то есть особо тоже проблем не должно возить? Ни одной. Вот никаких, у вас не должно быть никаких претензий к автомату, потому что он в паре с этим мотором очень адекватен, он хорошо переходит вниз, он хорошо уходит вверх, без толчков и без рывков. Вот на этой комплектации все было сделано просто великолепно. Просто я смотрел на ручки с двухлитровым, потому что очень какой-то большой ход ручки КПП, прям очень как-то непривычно у такой машины. А у вас до этого был тушканчик, чтобы сравнивать? Или непривычно в сравнении с чем? Непривычно в сравнении с другими машинами. То есть на многих машинах... Знаете как, в таком случае не обобщайте сразу весь рынок. Если вы прицелились конкретно в большинскую с автоматом, то разберитесь с ним, посмотрите, что конкретно вас устраивает в ней, а что нет. И скажите, Сергей, вот в свое время был разговор о том, что в Рязани есть благодаря местному градоначальнику, мэру города, шесть бесплатных автобусных маршрутов. Они сохранились по сию пору? Это что за шесть бесплатных автобусных маршрутов? Понятно. Значит, не сохранились. Потому что ему ставится в заслугу то, что в Рязани есть общественный транспорт бесплатный, за который люди не платят. А вы как... Первый раз от вас такое слышали. Вот, об этом и речь. Об этом и речь. Вот это нюансы пропаганды. Значит, нет ничего подобного. Сергей, покупайте этот аппарат в случае, если он идеальный. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Во-первых, спасибо вам за вашу передачу. Спасибо вам за то, что слушаете. Да. Значит, у меня такой вопрос. Мы вот взяли Volkswagen Polo Sedan на калужской сборке, да? Знаете, еще бывает только индийская. Больше никакой другой нет. Так что у вас правильная сборка. Да. Вот. Ну, вопрос у меня на самом деле такой. Вот мотор работает. Даже инструктор приходил там к дочери. Он говорит, а что у вас дизель стоит? Как будто там, знаете, ну, тарахпит, как будто трассер. Ну, мне... Я поехал даже в сервис. Мне сказали, что там это... Это особенности этого мотора. И, значит, там степная цепь, так сказать, цепь, они не переменят. Поэтому вот этот звук... Ну, и мы... Так, вас уже не слышно. Анатолий, у вас какой стаж общения с техникой? Ну, вот связь прервалась. Значит, ответ правильно вот какой. Это все лапша на ушах. Ездил я на полуседанах с этим мотором. И вам пытаются... Скрытый дефект, который через какое-то время неприглядно вылезет, а вылезет он очень болезненно, пытаются вас просто обмануть и замаскировать этот дефект. Поэтому это конкретная проблема. Мотор у него очень хороший, отлаженный. Работает он бесшумно на самом деле. И, Анатолий, если они вам будут продолжать рассказывать эту сказку, во-первых, смените дилера. Во-вторых, каждый раз, обращаясь к дилеру, вы приезжаете, оформляете заказ-наряд. То есть это не разговор в курилке между двумя приятными ребятами. И серии, ой, а гляньте. Да ладно, чувак, у тебя все нормально, но ты что, пойдем покурим. Вот эти гнилые базары не проходят. У меня есть дефект. Пожалуйста, оформляем заказ-наряд и ищем, что у меня там гремит. После чего вы даете официальный ответ. Например, сам дурак, ничего не гремит. Обращаемся еще раз. Гремит. Этот шум — это признак дефекта. И так до потери пульса с синхронными жалобами в книгу отзывов и в Роспотребнадзор по вашему городу. В данном случае по городу Москве Роспотребнадзор принимает жалобы через интернет, а отвечает на бумажки. И не стесняйтесь побеспокоить этих глубоко уважаемых людей, которые чрезвычайно заняты чем-то кроме вас. У них все проблемы должны быть второго порядка на фоне вашей важнейшей проблемы — шума из мотора. Вы к ним приехали. Все, с этой минуты они откладывают все дела. Обязаны. Иван, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Я рад вас слышать. Очень приятно к вам дозвониться. Так а сегодня никто больше не звонит, Иван. Только вы. Собственно, Сергей и Анатолий позвонили. Практически в нашей курилке никого не осталось. Все стоят в пробках, пытаются вырваться из Москвы по грибы. Ну да. Я еду наоборот. Из области в Москву. Ну, попутный ветер, Иван. Видите, как вы один из немногих, кто пытается как-то развеять это однообразие исхода из города? Ну да. Я звоню вот по какому вопросу. Владею Skoda Yeti уже 7 месяцев. А аплодисменты в зале. Ну, хорошая же машина. Очень хорошая. Очень нравится. Единственное, что у меня трафик большой. Он катал 51 тысячу. И продолжаю. Да. А тут недавно выехал с мойки. И вдруг такие цветы на дверях повылазили. Краска сдулась. Оказывается, гарантийный случай. Да. Вот как-то так. А вас, слушая, кто-то жаловался по поводу DSG-коробки, что она стала дергаться. Раньше не обращал внимания, а сейчас уж больно часто дергается. А раньше не было? Это что? Конец? Конец? Нет, с зимой началось все. Ну, где-то месяцев пять назад начало подергиваться. Ну, как-то думал, что, может, на гололед попадал. Там пробуксовка была. То есть из семи месяцев пять. То есть два месяца вы проездили без проблем, а потом она начала дергаться. Да. Да. Ну, крайне редко. Как раз, когда набираешь на седьмой передаче скорость там с 80 до 90. И здесь что происходит? Здесь происходит рывок? Такие... Нет, подергивания такие, как кто-то тебе пихает. Так, аккуратненько. Двигайся, двигайся вперед. Это она пытается, на самом деле, опуститься вниз на две, на три ступени. Она перебирает этот ряд вниз. Коробка. Потому что на седьмой она может вас очень долго катить, но не может ускоряться. Если... Знаете, какая штука? На DSG гарантия пять лет. Вот до тех пор, пока вы спокойно к этому относитесь, и это локальная проблема, ну, например, с седьмой передачи на шестую, на пятую она переходит вот с этими рывками, вы будете вынуждены терпеть, потому что ничего толком они с этим не сделают. Если дефект нарастает, ну, у вас вот уже двери на покраску, а потом по DSG. Причем, обратите внимание, на DSG пять лет. То есть вы можете им вежливо пить кровь через трубочку еще четыре с половиной года, пока они не устранят все дефекты. Главное, не стесняйтесь заявлять эти дефекты. То есть вы же клиент, вы же не персонал, об которого вытирают ноги. Пришли, потребовали, новости. На практически безлюдном телефоне нашем все линии свободны, за исключением одной, которую занял Даниил. Тем не менее, номер 65 10 9 9 6. Звоните, Даниил, здравствуйте. Добрый день. Я вам уже звонил, хотел повторить вопрос. Альфа 159. А я его не расслышал в прошлый раз, да? Вопросы? Ну, в принципе, расслышали, просто мы не успели вообще. Насладиться обсуждением этой машины. Какого года она у вас? Да, хотел бы поговорить. Я хочу ее приобрести, и приобрести ее хочу, в принципе, не в России, потому что их даже таких здесь такого года и с таким двигателем нет. А год-то какого? Хочу десятый год приобрести двухлитровым дизельным мотором, да. А вы до сих пор еще в сомнениях. Что же это за дизель там такой? Да, у меня сомнения с их новым дизелем, который там с 2009 они в линейку ввели. Да и, в принципе, с дизелем альфовским. Вот. И хотел бы вообще узнать, как... Про степень сжатия, про легированные числа, которые у него в блоке. Ну, я, в принципе, это все читал, и читал обзоры, и сравнивание там с третьей моделью BMW дизельной и Saudeau дизельной, четвертой. Вот, в принципе, с этим все понятно. Так а в чем загадка у вас осталась? Что не позданного? А, ну, не позданно это именно, то есть, что брать, автомат или механику, да? То есть, такой вот вопрос на дизеле, что будет, ну, как бы, не знаю, эффективнее или вообще приятнее. А вы подозреваете этот дизель в чем? Что ему не хватит крутящего момента, чтобы преодолеть коробку автомат? Я вообще думаю о том, что ему крутящего момента не хватит на более высоких, например, оборотах. То есть, если он на нитках будет и тащить это все, это в плане, я имею в виду, механики. То есть, вообще, смысл механики есть на этом дизеле или нет? У вас сейчас какая машина? У меня сейчас Megane и вторая Mercedes. И Mercedes на автомате, а Megane на ручке? Да, да. И у вас теперь некое раздвоение натуры. Вы начинаете подозревать и то, и другое в легкой недееспособности? Да, в отношении дизеля конкретно. Вы напрасно его боитесь, потому что, понимаете, какая штука? Ну, во-первых, и дизель там нормальный, полноценный. И, естественно, Alfa Romeo его не столько делала, сколько просто взяла его и использовала, применила, потому что сама по себе фирма Alfa Romeo давно уже мало что делает. Она пользуется инструментальными закромами международного масштаба. Во-вторых, автомат там достаточно нормально подобран. И самое главное, что когда Alfa Romeo прекрасно понимает, что это последний выдох господина ПЖ и больше уже толком Alfa Romeo сделать они не смогут, то вот они сосредоточились на том, на чем давно уже у них руки не доходили. Создавая 159-ю, они занялись внешностью и доводкой ездовых характеристик. И эту машину они делали в первую очередь не под себя, а под немцев, потому что локальный итальянский рынок он не в состоянии переварить такое количество Alfa, которое спасло бы фирму Fiat. Фирма Fiat, она сдохла давно, и вот то, что мы с вами видим, это то же самое, как товарищ Ленин в Мобзолее. То есть коробка стоит, а внутри живого-то ничего не осталось. И вкачивать деньги туда можно сколько угодно, но ощущения, что товарищ Ленин встанет и пойдет, уже нет. При этом мы с вами знаем, что Мобзолее существует, и Ленин где-то даже с нами. Вот с Alfa Romeo то же самое. И когда альфовцы получили последнюю соломинку в руки, они работали так, чтобы когда эта машина придет на немецкий рынок, а на немецкий рынок они готовили, собственно говоря, только одну версию, а именно дизель в паре с автоматом. Вот именно она должна была прийти и обескуражить немцев своим фантастическим ездовым характером. В общем-то, они, конечно, немцев не заткнули, не переплюнули, но приблизились к той ситуации, когда немцы внимательно посмотрели на труп фирмы Alfa Romeo. И сочетание вот дизеля, например, тот, который у них 150 лошадей с турбиной, с турбонаддувом, с автоматом, 1910 кубиков вот этот. Он замечательный совершенно дизель, с автоматом он дружит очень хорошо, и эта штука едет классно. Причем вот именно эта последняя соломинка и была предназначена для итальянского тихого Блицкрига Германия, которого не заметила, не оценила, но вздрогнула. Ясно. Хорошо, спасибо, информация. Ну, если это информация... Будем брать. Вы сколько уже к этой машине прицеливаетесь? Ну, где-то год. И ждете того, что Европа наконец обезлюдит и ее просто так отдадут? Нет, почему? Я как бы готовлюсь к этому приобретению духом и финансами, поэтому... Ну, финансово, да, учитывая, сколько у нас стоит, тем более, это зона евро, а вы ее наверняка будете брать откуда-нибудь из Германии, наверное, не из Италии. Ну, это Германия будет. Ну, да, Германия. В Германии на этой машине ездил, скорее всего, любитель, то есть человек, который был влюблен в Альфу, и, опять-таки, причина расставания. Попытайтесь ее угадать до того момента, как вы станете следующим на раздаче. Хорошо, спасибо. Знаете как, с хорошей женщиной обычно не разводятся. Антон, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Как вам в пробках? Я полями выбираюсь, я живу в Замкаде, поэтому я преодолеваю этот маршрут каждый день, я уже привык. Вас уже ничем не удивишь. Да. Сергей, два вопроса. Вопрос первый, почему же у вас сетка вещаний изменилась? Так неудобно вас стало слушать теперь. Люди же еще в шесть часов работают. Как раз к семи все вылезают из метро. Это загадка, пока не имеющая ответа. То есть сделали и решили проэкспериментировать. Ну, иногда бывает так, знаете, хочется что-то в жизни изменить. Это вот, ну, по весне иногда бывает так вот. Просыпаешься утром и думаешь, вот то ли работу поменять, то ли ориентацию, то ли машину. Ну, некоторые идут по пути небольших потрясений в жизни. Некоторые с размахом. Нам с вами повезло. У нас с размахом. Да. Сергей, у меня у вас автомобиль. Папа приобрел Вольву XC90. Ух ты. Пока ее, как бы, обкатывает, осваивает. Но я на нее посмотрел, мне показалось, что у нее передний плантер, нижняя кромка, там очень большая дырка и слишком близко расположен радиатор. Хотел спросить, стоит ли там с чем-то ее закрыть. А поскольку, знаете как, закрыть от чего? От попадания оленя, кирпича или снаряда? Ну, летят камни, я ловил кусок пружины автомобильной себе в решетку. Поэтому у нас на дорогах летает много всякого интересного. У меня много лет тому назад один очень хороший знакомый старшего поколения, тогда еще был Советский Союз, был соцлагерь, он к себе купил Волгу 24-ю, будучи в Чехословакии. Он работал там по контракту. И он отогнал к Чеху в гараж и говорит, я вот эту машину купил, она будет со временем в Москве, мне нужно ее сделать. И Чех начал ему предлагать фантастические совершенно варианты. Он говорит, о, русский, а давай я тебе в крылья усилители вварю. Говорит, зачем? Говорит, ну вы же русские любите таранить друг друга? Так ты всех перебьешь на дороге, бампер у тебя крепкий. Он говорит, не, не надо. Говорит, а давай я тебе замшей обтяну перчаточный ящик. Говорит, не надо, у меня там будут жить гаечные ключи. Вот по этому принципу, конечно, машину можно готовить долго, но кирпич, может быть, и не прилетит. Сетку вы куда поставите? Сразу за пластмассовой решеткой или на радиатор? И то, и другое от мошкары, от, я не знаю, может быть, от стаканчика из-под мороженого спасет. Если прилетит пружина, или там рессора, или целый КамАЗ, не спасет. Вот с точки зрения защитить оба радиатора, а там их два, они же там стоят друг за дружкой, от, я не знаю, от тополиного пуха, который их забьет к середине лета насмерть. Да, и очень многие дилеры, не только вольвовские, практически каждый второй дилер любой автомобильной марки, вот такие сетки предлагает. Ставятся они на бампер. Никакой силовой защиты они из себя не представляют. И если вам судьба приготовила что-нибудь увесистое в радиатор, это увесистое прилетит туда, будьте здоровы. Не поможет. Либо чешская подготовка. Здесь таран, там усилитель, дополнительная балка. На эту балку вешаете, то есть ставите силовую защиту понизу, на эту силовую защиту вешаете сетку-рабицу, а на нее еще пара других сеток, тогда вы готовы к тому, чтобы ездить на этой машине не только по Швеции. И папа будет доволен. Хорошо. Понял. Спасибо. Ой, какие приятные хлопоты по апгрейду автомобиля. Евгений, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Ну, во-первых, спасибо вам за программу. Очень интересно присоединяюсь к предыдущему человеку, который сказал, что сейчас чуть-чуть неудобное время, новое, но, тем не менее, все равно хорошо, что она есть. Вопрос, собственно, вот какой. Я купил себе машину Volvo XT70 2008 года. 3.2 мотор бензиновый. Ух ты, шикарный мотор. Шикарный. Да, ну и сам автомобиль, в общем-то, пока меня устраивает. Большой, комфортный, еще такая хорошая комплектация топовая, можно сказать. Собственно, вопросов несколько. Вопрос номер раз. Если конкретно у этой машины какие-то такие, ну, скажем, родовые болячки, это первый вопрос. У нее было по чуть-чуть, но в целом все нормально. Довели они до ума эту конструкцию. Знаете, у нее было несколько отзывных компаний очень неприглядных. У этой машины были там всякие проблемы там по коробке, но в целом машина нормальная, сбалансированная, и вот этот двигатель 3.2, он фантастический. Его не задушишь, не убьешь. Понял, спасибо. Еще вопрос вот какой. Вот на мой вкус у нее подвеска, ну, как бы сказать, немножко такая валкая. Может быть, это просто у меня такое восприятие по причине того, что предыдущая машина была идеологически совсем другая, у меня BMW была пятерка, вот. После нее, конечно, на этой, ну, и в поворотах она кренится, и, ну, вот, с точки зрения, скажем так, подвески, на мой вкус она слишком такая валкая. Вот имеет смысл заморачиваться, там, менять, может быть, амортизаторы или еще что-то. А пробег у нее какой? Пробег 80 тысяч. По-моему, подтвержденный пробег? Ну, хочется верить. Хочется верить. В принципе, покупал у официального дилера, вот, там клялись, божились, зуб давали, что все честно, там, дали кучу документов о прохождении там всех ТО вовремя и так далее. То есть, они дали не только зуб, но и сервисную книжку? Да, 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 конечно. Понятно. Ну, в этот пробег я уже сразу не верю у официального дилера. У официального дилера у него самый главный сотрудник трейдинговского отдела это дрель, который решает многие вопросы. Значит, поскольку вот эта машина даже в сравнении с БМВ абсолютно никогда не была валкая, то это говорит в том числе о большом пробеге и плохом состоянии подвески, в первую очередь амортизаторов. Да и пружины, в общем-то, уже подсели, видать. Хотя валкость, конечно, мы с вами подразумеваем ее по-разному, и вы правильно сказали, Евгений, что у вас немножко другая точка отсчета, но поскольку я на ХС-70 довольно много проехал, вот я ни разу не помню, чтобы у меня, пусть даже при каком-то совпадении факторов, вдруг в голове возникало ощущение, что она валкая. Валкой она не была и сильно подозреваю, что это говорит о ее пробеге, гораздо превышающем цифру, которую вам впарили. Я понял. Ну, то есть, имеет смысл съездить на сервис и просто провести диагностику подвески? Причем, может быть, даже на неофициальный сервис. Ну да, понятно, понятно, на независимый, так скажем. У меня, когда была необходимость проверить остаток, остаточный ресурс амортизаторов, я поехал, как это ни странно, гаишникам на линию техосмотра, потому что у них как раз на беговых барабанах они проверяют в том числе состояние амортизаторов. Я приехал и сказал, мужики, вот такая проблема, надо. Они посмотрели, сказали, о, это интересно, ну давай. И выдали мне распечатку, сказали, ну, в принципе, у тебя процентов, наверное, 50 по задним амортизаторам. Я говорю, отлично, я поменяю, потому что мне это как раз не нравится. Ну, машина стояла не очень хорошо на дороге. Попробуйте, пройдитесь этим путем. Сия пучина поглотила и я, все стоят в пробках, никто не звонит, начинаю общаться сам с собой. На сайт пришел вопрос от Дмитрия. Купил Toyota Harrier 3.5, новую, из Японии, 2008 года. 5 лет езжу, забот не знаю. Люди, которые брали Lexus этого года, тоже новые, не очень довольны. Почему такая разница в качестве? Эту разницу заметили многие, и эта разница объясняется, на мой взгляд, только одним таким несколько абстрактным фактором. Дело в том, что японцы, они язычники, и у японцев, у них религия настолько интересно устроена, что она максимально очеловечена, и каждого японца религия поддерживает в каждом его действии. И каждый японец может в любой момент тягот своей жизни позвать на помощь дух предка. Ну, по любому поводу, вот там денег нет, и он говорит, ой, прадедушка, ну помоги. Или там палец прищемил, он говорит, ой, прабабушка, что ж так больно-то? Ну, или там пошел купаться, поскользнулся, упал в воду, тонет, и сразу мысленно так, кто там у меня в роду, восемь поколений тому назад, отлично плавал, вот к нему обращаюсь и выплывает. И у них в храмах есть такой обряд. При покупке автомобиля, это аналог нашего освещения, но японцы идут другим путем. Они не занимаются тем, что машут кадилом и брызгают водичкой, они назначают духа из своих ближайших родственников, хранителя этого автомобиля. И машина получает своего персонального ангела-хранителя. На мой взгляд, вот только это объясняет, почему одна и та же машина с одного и того же завода при перестановке руля справа налево имеет совершенно разные тактико-технические характеристики, имеет совершенно разный ресурс, степень надежности и долголетия службы. Японская праворукая машина, охраняемая духом, она живет долго, потому что обратного обряда, как отозвать духа и сказать ему, слышь, дедушка, да хватит уже париться, я эту машину уже сдал давным-давно, давай вот у меня тут лодка погибает без твоего присмотра, хочу на ней плавать или там следующая машина. Вот отзыва духа нет, поэтому единожды поселив его туда, ты практически его обрекаешь хранить до последнего. Он немножко неразборчив в этом отношении, но чесняка, он понимает, что там правнук попросил, ну как еще поступить-то, конечно, а если правнук попросил какой-нибудь там Харьер, например, сберечь, сберегу, естественно сберегу, а то, что Харьер давно уже бегает по чужеродной территории, ну че уж тут. Хотя, конечно, бывает, что вот машину берешь совсем новую из салона, которая не прошла этого обряда, ну общая какая-то атмосфера есть, видимо там ходят духи не очень сильно занятые, или там духи такие вот альтруисты, они говорят, смотрят, ну че, я за этим Харьером присмотрю, так я и за тем могу присмотреть, мне же не жалко. Тоже правый руль, понятно, что кто-то из хороших людей будет ехать, мало ли вдруг у него родственники закончились, или там он какой-нибудь ван, не помнящий родства, так иногда бывает. Ну вот заодно и телефон уже потихонечку порозовели. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я очень рад, что наконец-таки до вас дозвонился. Я тоже рад. Очень приятно. Ну, традиционно, большое вам спасибо за вашу передачу, с большим удовольствием всегда слушаем, очень интересно. Спасибо вам. Ну и, как обычно, вопрос у меня такой, даже не вопрос, а попрошу вашего совета. Давайте. И будет заодно интересное мнение ваше послушать. У меня Ford C-Max. Ух. Вот такая маленькая, хорошенькая машинка. Хорошая. Мотор 1,6. 1,8. Нет, 1,8, ручка. Так. Скажу, 2008 года автомобиль полностью меня устраивает. Ну, устраивал, по крайней мере. У меня семья, жена, ребенок, вот ждем. Езжу по Москве, иногда по трассе, там на юг, к друзьям, еще там такое. Ну, красота, в общем, красота. Да, да, накатал 60 тысяч, вроде бы как доволен. Но здесь, знаете же, человеку же всегда хочется чего-то другого получше. И меня начинает сфербить мысль, что не поменять ли мне машинку. Ух. Да, вот такая вот меня вот гложет где-то там внутри меня такое. Ну, вот не знаю, может быть, подскажете нечто подобное и такое же хорошенькое. Но у вас на сегодняшний день домик на колесах, которым вы по большому счету не пользуетесь, потому что домик у вас для того, чтобы там много народу ездило, а у вас вы и жена, а ребенок будет ну вот сейчас уже наконец-то. То есть вы купили домик для двоих и если дальше идти этим путем, то с появлением наконец-то третьего долгожданного человечка в вашей семье вам нужно покупать уже лайнер тихоокеанский. Ну, а как же? Много с тобой чего приходится брать. Вот поехали там к друзьям совсем недавно обрадовали мыслью, что будет у нас прибавление. А нам ой, давайте мы вам то подарим, а давайте мы вам кроватку подарим. Да какие проблемы? Сложили задние сидения и загрузили все. Знаете, после того, как я в своем Део Матис ехал в девятером и все девять были, поскольку люди конные, поэтому ехали с хлыстами, сапогами, шлемами и прочей экипировкой, и мы нормально ехали, если не читать всеобщего внимания со стороны особенно завистливой маршрутки, то помещается огромное количество всяких людей и предметов, даже самые удивительные по размеру объемы и в Матис в том числе. Но, если после С-Макса вы хотите что-то такое же Ford вас не разочаровал, то он трепетно ждет, когда вы наконец на С-Макс пересядете. То же самое, только больше. Ага, понимаю. Либо вы можете посмотреть на американцев, на первородных американцев, например, какой-нибудь Chrysler Voyager или Dodge Journey. Они хороши тем, что с одной стороны, ну там, Journey, например, полный привод, V6, весь из себя такой большой, но он гатломучий. Он вас достанет по мелочам. Ну, то движок стуканет, то колеса отвалятся, то еще какая-нибудь мелочишка выскочит. Неудобно. Либо, может быть, вот какой момент. Вот вы пока катаетесь на С-Максе, вы привыкли к его размеру, и тем не менее, совсем скоро, ну буквально вот в этом году, на нашем рынке появится машина классом меньше. Она называется Ford B-Max. И B-Max, он удивителен тем, что у него нет центральной стойки. Это мини-вэн, у которого две задние двери съезжают, они просто отъезжают на рельсах, они не распахиваются, а вдоль бортов. И вы, когда открыли переднюю дверь и откинули заднюю, вы входите туда, как на террасу, как через ворота, потому что центральной стойки нет. И когда у вас появляется маленький человек на борту, у вас все манипуляции по погрузке и выгрузке, они проходят просто на ура, с упоением, восторгом, и ни разу не зацепив плечом или лбом какую-нибудь там стойку, потолок, еще что-то. А по длине он нельзя сказать, что сильно уступает вашему ЦМАКСу. Ваш пятиместный, тот пятиместный. И у этого коляска в общем багажник влазит и у того влазит. Пока ваша машина пробежала только 60 тысяч, вы спокойно смотрите, что будет происходить на рынке. Тем более приходят новые модели, наша экономическая стабильность ведет к неизбежному расцвету, который наконец-то может быть. Опустит цены. Не буду говорить почему. Зачем я буду говорить слово кризис? Да, они уже их опускают. Это сейчас они только-только почувствовали, как оно выглядит. А вот когда в середине следующего года медный тазик прилетит, вот тут-то мы как раз и будем говорить стабильность, нету инфляции, ура! За кого проголосовать, чтобы нам продлить это счастье? Нам, кстати, дадут такую возможность. Но в этот момент будет уже БМАКС, во-первых, а он удивительный. Вот БМАКС это машина, которая весь компактный класс минивэнов кладет на обе лопатки. А, Сергей, прошу прощения, а тогда вот такой вопрос, я просто вижу, уже время заканчивается в вашей передаче. А вот двигатели, я знаю, там есть дизеля, вот я сейчас присматриваюсь к дизелькам, есть у них 1,6 для нас, для России, двухлитровый, и 1,8 для Европы, но у нас идут только 1,6 и 2 литра. Вот что посоветуете? Ну, как всегда, чем больше, тем интересней, но мы с вами не знаем, какой БМАКС к нам придет. У БМАКСа двушки там может и не оказаться, я думаю, что его там и не будет. У БМАКСа будет как раз что-нибудь типа 1,4 и 1,6 как максимум. Ну, я ездил на своем, на братье, что называется, моей машинке, да, вот там стоял дизель 2 литра и, на мой взгляд, просто чудесная шестиступенчатая коробка. Я получил приятное ощущение от вождения этого машины. Это такая торпедка такая получилась. Отличная, мне кажется, машинка. Вся Европа делает машины в первую очередь дизельными, а потом для таких дураков, как мы с вами, они их делают бензиновыми. И все машины, когда вот инженеры садятся и начинают ее создавать, разрабатывать, они в первую очередь делают дизельную версию. А потом вспоминают про таких недоразвитых, как мы. Говорят, а, кстати, там русские есть, китайцы, бразильцы, ну, ладно, так и будет, сделаем бензин. Ну, если они хотят. Поэтому, конечно, дизельные машины, европейские, они гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо правильнее, чем все остальные бензиновые. Так, еще немножко. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас слышать. Я тоже, Сергей. Дозвониться вам, кстати, очень сложно. Зря вы говорите, что пустые линии. Ну, всего четыре человека, ну, больше никого нет. Ну, ладно. Тогда сразу к вопросу. Действительно, очень мало времени осталось. Я достаточно давно являюсь автомобилистом, но так получилось, что последние, наверное, лет так, десять, если не больше, езжу на Саабах. Ну, и замечательно. Красота-то какая. Что? Красота на Саабах-то. Да, красота, да. Так вот, как бы, сейчас вот у меня последний мой Сааб, девятьдесятый, одиннадцатого года выпуска, великолепная машина, шикарная вообще. У меня к ней претензий нет вообще никаких, в отличие от предыдущих автомобилей, потому что отстойло муче Сааб на самом деле. Вот. Ну, к этому нет никаких вопросов. Но я вот сейчас мучаюсь вопросом, что, условно говоря, через год мне нужно будет менять автомобиль, Сааба не существует. Да. Что брать? Ну, по-прежнему, чтобы испытывать по-прежнему удовольствие от езды. Знаете, поскольку Сааба нет, вы сделаете какую-то паузу, у вас будут либо американцы, например, какие-нибудь Кадиллаки в качестве потомков Сааба, поскольку платформы-то у них были одинаковые, либо вы уходите к Опелю, который тоже несет в себе этот ген, либо обнуляете счетчик, и все, и бац, и вы уже на Мерседесе. Задний привод, другая жизнь, иной взгляд на вещи. Боюсь, что, наверное, тогда уже БМВ быстрее, чем Мерседес, потому что Мерседес это все-таки машина для пассажира, а мне нужна машина для водителя. Тем более, почему-то Мерседес такси есть, а БМВ такси практически не встречается, потому что... Задний полно, кстати, полно. Нет, ну все-таки Ешка, она основное транспортное средство для зарабатывания денег. Согласен, но все-таки БМВ все-таки это машина для водителя, а Мерседес... Я люблю испытывать удовольствие от управления автомобилем, поэтому Мерседес не для меня. Тогда, ну, вашему Саабу, к счастью, сноса-то нет, его еще хватит лет на пять. Вот да, вот я думаю, что быстрее всего я его буду снашивать до тапок вообще. Да, то есть это ближайшие лет там 7-8-9-10, тем более, что вот 9-5 он запоздал, и можно было спасти фирму, а фирма утонула. Можно было, можно, вообще... ой, все, до понедельника.